Мы все осколки Бога. Книга не особо длинная, может вас это заинтересует, там есть поразительные высказывания. Почему вы думаете, что я таких мыслей нигде не встречал? Дело в том, что современная литература для широкого круга читателей, для людей, которые интересуются какой-то эзотерикой, эзотерическими знаниями и которые готовы не очень глубоко серьезно изучать первоисточники, а именно в философии, в книгах купаться. Им кажется, там какие-то очень интересные, замечательные мысли, там какая-то необычная мысль очень интересная развивается, там что-то такое. А на самом деле все эти мысли очень древние. Они были в каких-то веках уже и в церкви были, и их уже осуждали. Это на самом деле очень-очень древнейшие мысли, на которые я уже, например, знаю ответ. Знаю эту мысль, мне она может быть совершенно интересной, даже если я эту книгу не читал. Потому что я ее знаю в другом контексте. А вот эти писатели, кто пишет эти книги, они тоже берут оттуда, чуть-чуть оттуда, оттуда, оттуда. Они ничего нового не изобретают. Просто салат делают из разных ингредиентов, смешивая мысли, набирая идеи какие-то из разных философских, богословских воззрений. Все это смешивая, чем-то посыпая, чем-то поливая и подавая в виде очередного какого-то шедевра. Ну а люди покупают, собственно, что и требовалось доказать. Им же больше ничего не надо на самом деле, просто финансы. А что-то придумать, что-то действительно новое – это никто не будет. Но вероятность этого – ноль целых ноль, 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 сколько-то сотых, тысячных процентов, что-то свое будет. Остальное все это заимствовано из разных уже давным-давно известных философских, богословских, религиозных учений.